приглашаю всех в мир цветных рисунков сегодня мы нарисуем такого цветного красивого попугая начинаем наш рисунок с эскиза рисуем вначале находим положение глаза делаем такой маленький кружочек это будет глаз попугая теперь вокруг чуть побольше кружок и теперь еще побольше кружок там где другого цвета оперения попугая и после этого мы уже можем показать клюв такой загнутый клюв и можем теперь уже показать вера головы нижнюю часть клюва и его тело он сидит к нам спиной мы видим его крылья сложенные вторую часть крыла здесь можно показать в конце оперения и дальше уже хвост и сидит он на ветке вот рисуем такую ветку эскиз готов возьму пластик и сотру здесь линии которые мне кажется не очень получились правильно и вообще можно стереть много линии мы все равно видим рисунок и когда мы начнем раскрашивать нам будет легче замаскировать эти темные линии они могут просвечиваться линии простого карандаша в принципе эскиз был неплохой я надеюсь у вас тоже получился хорошую берем салфетку и стираем результаты встряхиваем результаты нашего беру розовый такой темно розовый карандаш а повожу его голову попугая здесь вот под клевом там где мы стих стирали и тело но не полностью немножко за штриховываем здесь остается белая часть стиховываем голову очень легко не надавливая потому что здесь вот мы должны оставить более светлое место а вот возле белого оперения потемнее будет будет потемнее где голова переходит в тело а здесь а будет более светлое мы должны уже заранее об этом подумать теперь опять здесь будет вот эта часть будет более светлая поэтому мы за штриховываем до этого немножко совсем совсем легко закрасим эту более светлую часть вот такой или светло-коричневый или темно-желтый карандаш ну в общем-то попугай может быть разного цвета я взяла такой цвет и закрашиваю эту часть крыла то есть штриховываем даю штриховку про светлый зеленый карандаш продолжаю штриховать крылом 1 2 захожу немножко на желтое поле это очень хорошо потому что перенята она так вот переходит из одного цвета в рукой мы как раз покажем этот переход беру такой вот зеленый но с голубизной карандаш немножко пройду по конца вот этих вот вот этой первой части крыльев там что там есть еще нижняя часть оперения крыла это будет голубой 1 голубой карандаш и теперь прохожу голубым цветом мою штриховку нижней части крыла теперь беру красный карандаш и рисую длинные перья хвоста то есть я показываю тепла полосками это такие длинные перья хвостовые и затем заштриховываем очень легко опять таки не надавливая потому что мы будем изменять интенсивность штриховки для того чтобы показать выпуклость этих перьев это будет так могут где полосочка здесь вот рядом будет более темная штриховка оставляя средину более светлой и сразу становится булевой пуклы хвост беру серый карандаш обвожу клюв вот мы здесь стирали я стирала верхняя часть клюва и нижняя часть клюва заштриховывая по интенсивнее оставляю серединке немножко более светлая не заштрихована но не очень интенсивно а вот верхнюю часть клюва я заштриховываю только пола верхней части оставляю здесь светлое место и внизу будто более интенсивно то что клюв загнулся там появилась тень теперь обводим глаз оставляя светлое пятнышко чуть-чуть и закрасим и немножко закрасим вот этот второй круг и покажем даже перья здесь тень от перьев лежит беру красный карандаш и начинаем продала ну вернее продолжаем работать с головой я добавляю сюда красный цвет обвожу вот это светлое оперение красным цветом немножко здесь добавляю то есть я закрашиваю не везде равномерно даю штриховку стараюсь показать в теневая сторона и там где более света больше на перень и здесь он будет более темно но высота чуть добавим потом более темный цвет теперь мы покажем пюрышки такими вот дугами и сюда больше даем штриховку и здесь будет более темно потому что это в тени оказывается часть туловища немножко очень легко здесь заштриховую беру темно-зеленый карандаш немножко здесь пройду по краю и покажу границу между двумя крыльями и даже такие полоски там здесь это перья концы крыльев и теперь заштрихуем опять-таки оставляя часть светлую а возле возле каждого пера на крыле немножко добавляем цвета беру синий карандаш он у меня скорее темно-синий опять показываю нижнюю часть крыла показываю перья на нижней части такими полосками и опять даю штриховку немножко затеняю под первой частью крыла потому что там был тень и по полоскам добавляю штриховку оставляя светлая часть не заштрихованная и тогда сразу появляется выпуклость этих перьев возьму темно-коричневый карандаш проведу по ярче полоски на крыльях там где перьевое оперение длинные перья здесь сразу становится более объемным хвост каждое перо выделилась и немножко здесь добавим тень и в конце тоже тень-тень получается потому что перья не заканчиваются немножко загибаются коричневым карандашом проведу я ветку на которой сидит попугай и наверно светло-коричневым я ее сейчас заштрихую вначале это базовая штриховка а теперь коричневым карандашом добавлю цвет по этой ветке тоже не очень равномерно и сразу ветка оживает становится веткой темно-коричневым карандашом опять обведу вот вокруг светлого оперения на голове обведу голову более темным цветом и добавлю немножко штриховки чтобы это было не просто прям линия темная а показывала что-то здесь глава немножко уходит в тень сразу мы делаем выпуклую более голову тем что добавляем темный здесь обводим и даже можем темно-коричневый добавить здесь по краям хвоста потому что там уже в тени собственного хвоста оказываются перья возьму простой карандаш обведу еще раз глаз вот этот кружочек немножко можно серым карандашом но вот я решила простым добавить и здесь тоже покажем как нос проходит крючковатый такой нос сразу он выделился и нижнюю часть клюва здесь тоже нужно немножко давай ну давайте украсим как-нибудь давайте покажем какие-нибудь экзотические вот я светлым зеленым карандашом такие вот кусты там с таким ярко-ярко-зелеными листьями это же тропическая птица попугай очень хорошо если мы покажем что-то какие тропические растения такие зеленые и зеленым карандашом просто ввиду чтобы это было аккуратно и красиво центральную часть листьев тропических растений покажу немножко добавлю сюда цвет который когда там тень появляется на листе вместе где тень то же самое здесь вы можете цветы и нарисовать тропические делать более интересный рисунок вот и получился у нас такой попугай тропическая птица и понадобилось нам много разных цветных карандашей вот сколько у вас есть в наборе все можно использовать приходите в гости будем рисовать много красивых рисунков рисовать легко и весело когда вместе вместе